Некоторые женщины, послушав лекции, начинают вести себя искусственно, с мужем хорошо. То есть они смиренно себя ведут, послушно. И ничего не меняется в жизни абсолютно. Они просто вымучивают себя, а потом психуют и говорят, «Блин, с тобой козлом невозможно строить счастливую семью». Причина, почему так происходит, потому что искусственно не поменяешь себя. Это происходит в результате наполненности. Чем больше человек молится, чем больше он занимается духовной практикой, тем больше у него возможности прощать. Не нужно трогать близкого человека. Нужно наполняться изнутри и отдавать ему то, что ему нужно. Что нужно мужчине? Мужчине нужно мужское, не женское, мужское тоже. Мужчине нужно, чтобы его уважали. Потому что мужчина сам должен стать уважаемым человеком в жизни. Вот женщине трудно вообще мужчину уважать или нет? А? Трудно? Вообще не трудно. Вообще не трудно. У женщины врожденной есть склонность уважать вообще мужчин. У женщины. Вообще у любой женщины есть такая склонность уважать мужчин. По природе она склонна к этому. Уважать мужчин, любого мужчину. Если он ведёт себя как мужчина. Здесь только одно условие небольшое. Всё, больше не нужно никаких условий. Поэтому правило такое, если жена не уважает, значит, ты ведёшь себя неправильно. Всё, надо изучать как правильнее. Потому что некоторые мужчины думают, что если я крутой, как бы деньги в семью приношу. Вот. Ну, квартира есть, пожрать есть, секс есть. Что тебе ещё надо? Она чувствует себя неудовлетворённой. Значит, что-то ещё надо. Значит, ты недостаточно ещё как мужчина развит. Потому что женщине ещё нужно, что когда она капризничает, чтобы мужчина не обращал на это внимания. Спокойно к этому относился. По-доброму. Во время, когда женщина капризничает, не нужно ей философию толкать. объяснять, что это не так. Нужно просто её успокоить. И всё. Вот, допустим, это сравнивается с тем, как себя, как капризничает ребёнок. Вот, допустим, маленький ребёнок плачет, и вы ему рассказываете. На самом деле, не было смысла в этом поступке. В каком поступке? Он не соображает ничего в это время. Он просто плачет. Надо успокоить. Женщина, когда она находится в отчаянии, она тоже ничего не соображает. И она просто чувствует чувство отчаяния. И когда мужчина просто её как бы успокаивает, она при этом может его ещё кольнуть пару раз. Он должен не обращать на это. Просто продолжать её успокаивать, её потом расслабляет, а она становится очень благодарным. Потом извиняется за то, что велась я неправильно. И мужчина должен спокойно ко всему этому относиться. Это означает мужская сила. Но мужская сила тоже берётся от духовной практики. Даже если человек занимается деятельностью, которая ведёт духовной практики, всё равно он наполняется силой. Допустим, многие из вас не понимают, что такое молитва, потому что это уже вершина духовного знания. Но есть разные виды деятельности, которые близки к этой деятельности. Они наполняют человека силой. Допустим, для женщин. Какая практика наполняет её сердце, если она не знает, как молитвой наполниться? Она должна кормить птиц, сажать деревья, ухаживать за садиком возле дома. Она должна заботиться о соседках и о соседях. Она должна успокаивать родственников и делать это из чувства долга. Просто заботиться обо всех. Она должна содержать всё в чистоте, даже подъезд, не только свою квартиру. Она должна стараться делать приятное соседям, родственникам, поздравлять их с днём рождения и так далее. Эта деятельность, она непрактична. С точки зрения практичности непрактична. Пустая трата времени. С точки зрения любви приносит колоссальный успех в жизни. Ну, допустим, у меня жена разок взяла, просто с соседки принесла пирожки попробовать. Мы жили в большом доме панельном в Москве. И часто переезжали из одного места в другое. У нас не было своей квартиры. Сейчас тоже пока нет своей квартиры. Я все средства отдаю на развитие нашего деятельности. Для меня это важнее, чтобы все были счастливы вокруг. Нам и так хорошо жить, жена. Итак, мы жили в Москве, в квартире. И жена, когда приехала, только приехала, чтобы познакомиться с соседкой. Она взяла, позвонила ей, напекла пирожки и сказала, вы знаете, я вот сделала пирожки по новому рецепту, не знаю, вкусно или нет. Попробуйте, пожалуйста. Она взяла пирожок. Так, раз. Вот этого не хватает. Она тут же, жена, побежала, сделала, как она посоветовала. Принесла, то попробовала. О, вот теперь нормально. И когда... И жена говорит, ну возьмите все пирожки, кушайте, если вам понравилось. И когда сосед вышел на следующий день на площадку на работу пойти, мы встретились с ним. И он мне улыбнулся. Хотя мы с ним не знакомы, но он узнал про пирожки. И в течение года у нас были очень глубокие отношения с этим. Хотя мы не знаем друг друга вообще. Мы просто встречались на площадке, здоровались, улыбались и так далее. Просто один маленький поступок родил на целый год вот это счастье. Но когда как бы оно начало затухать, жена опять сделала пирожки. Очень простой методик. Ну просто жаба, она в сердце душит. Тебе же пирожки не делают. Чё ты делаешь? Есть жаба у нас у всех в сердце. Её надо душить. Жабу надо душить. Жаба говорит, да чё тебе, чё, у тебя денег много пирожки делай. Надо души, придушить жабу и как бы делать пирожки. Мне часто дарят шоколадные конфеты, которые я не ем. И жена моя тоже не ест. Поэтому мы все подаренные шоколадные конфеты складываем в подъезде. Вот есть, в подъезде есть эти подоконники. И мы просто на подоконнике кладём коробку, открываем и говорим, кушайте, пожалуйста. И первый раз, когда мы это сделали, два дня никто не трогал. Проходили, все думали, что это отрава. Но потом какой-то ребёнок, видно, проходил, взял конфетку, съел. И кто-то увидел, что одной конфетки нет. Потом сразу, через каждый час по конфетке исчезало. Люди ходили, видели, что конфеток меньше и начали есть их. А потом, когда мы выставляли коробку, её сметали за полчаса уже. Я не буду об этом сейчас говорить на лекции, потому что, если я буду как бы всё вам расскажу, что надо знать, то многие очень сильно испугаются от этого всего. Поэтому нужно постепенно двигаться к пониманию вещей более глубоким. Есть продукты в благости, в страсти и в невежестве. Продукты в невежестве, они портят характер, мешают жить часто. Но это так, как мы привязаны к питанию, к своему, очень сильно. Поэтому, когда я начинаю об этом говорить, люди очень сильно напрягаются и потом думают, блин, зачем я вообще пошёл на эту лекцию. Эта тема уже такая секретная. Итак, давайте разберём, что нужно мужчине. Первое, мужчине нужно уважение. Нужно, чтобы его считали мужчиной. Его нужно уважать. Естественно, у женщины появляется к мужчине уважение, который ведёт себя достойно. Надо изучать мужчинам, что это значит достойное поведение с женщиной. Достойное поведение означает женщине уступать, прощать, позволять, не трогать её. Ну, то есть сделать ей полный комфорт в жизни. С точки зрения обычного понимания мужчины, это означает жену разбаловать и сделать её неуправляемой. Это ошибка. Когда мужчина так себя ведёт, жена действительно наглеет. Действительно. Так же, как жена, когда начинает служить мужу, мужчина тоже наглеет. Обязательно. Но в сердце увеличивается благодарность. Человек вроде бы наглеет внешне, но в сердце увеличивается благодарность. Женщина расслабляется в семейной жизни, она начинает себе больше позволять, подсмеивается над мужем, там ещё что-то. Но когда он немножечко так раз закрывает краник, то есть он видит, что она уже совсем обнаглела, он просто раз и чуть-чуть поменьше внимания. Она сразу же понимает, что она не права и извиняется, и начинает вести себя лучше. Видите, в этом случае человек получает возможность воспитывать, не напрягаясь совершенно. То есть он много делает для близкого человека, тот становится благодарным. А потом, когда тот наглеет чуть побольше, а это естественно, он просто чуть-чуть перестаёт разговаривать. И сразу же близкий человек отвечает, может, не сразу, через пару дней, отвечает тем, что он понял. Он пытается вернуть ситуацию назад. Так происходит с детьми. Допустим, ребёнок напроказничал, не надо его ругать, в угол ставить. Надо просто не разговаривать с ним всё какое-то время. Видите, для того, чтобы не разговаривать, нужна духовная сила. Часто женщина говорит, Олег Геннадьевич, я не могу вот так отстраняться от мужа, у меня не хватает силы. Это же более высокая любовь. Более высокий вид любви — не разговаривать. Смотрите, делать приятное близкому человеку — это признак любви, но более низкого порядка. А строго себя вести с близким человеком — это ещё более высокая любовь. Она требует ещё больше сил, потому что строгость не означает злоба. Отстранение не означает злоба. Это означает просто сдержанность в отношениях, и всё. Она тоже имеет природу любви, но более высокого порядка. И когда женщина так себя ведёт с мужчиной, он начинает её серьёзно уважать. Она вызывает в себе уважение, такая женщина. Итак, есть две категории любви. Первая категория — вкладывать в человека то, что ему хочется, в отношения, и приносить ему в сердце благодарность. От благодарности невозможно закрыться. Вот, допустим, если я с любовью буду вам читать лекцию, вы не сможете быть неблагодарным. Вам придётся стать благодарным. Даже если вы меня чувствуете, приехал какой-то непонятный человек, из Москвы тем более, не наш. Ну, какая-то опасность есть в сердце, но если я с любовью буду читать лекцию, вам придётся быть благодарным всё равно. Её никуда не денешь, эту благодарность. Она всё равно будет жить в сердце по-любому. Вот, поэтому так всегда в отношениях бывает, что если человек ведёт себя правильно, означает, ему кажется, как такой поверхность с точки зрения, которая у нас обычно в жизни существует, — это унижение. Вот для мужчины перед женщиной вот так вот это унижение. Женщине вот так вот, мужчине постоянно, — да, мой хороший, — да, это унижение. Женщина не может вообще, ей очень трудно. Кто из вас чувствует, что прессует своего мужа, поднимите руку? Есть такие женщины? Вы, да? Вот сейчас мы с вами проведём тренинг. Вот так, посмотрите на меня, подумайте, о своём муже и скажите, «Да, мой хороший, вот так вот, вот так голову нагните. Нет, нет, женщина же подняла руку, вот. Да, да. Давайте, да. Да, мой хороший. Чувствуете, как тяжело? Чувствуете, да? Аскезы. Да, если бы рядом он стоял, вообще было бы Аскезы. Только о нём подумали, его нет. И то тяжело сказать, да, мой хороший. А если он рядом, так вообще тяжело. Любой женщине, любой женщине тяжело. Потому что это для женщины неестественно быть униженной. Как женщина, так и мужчина, они имеют достоинство. У женщины и женское достоинство. Она считает себя самой лучшей в семье. А мужчина, мужское достоинство, он себя считает самым сильным, разумным, самым главным. Женщина самая лучшая, а мужчина самый главный. Интересно знать, что в поклонении Богу существует два способа поклонения. Есть поклонение в форме Бога. Это дарить цветы Богу, освящать пищу перед Ним, украшать икону и так далее. Понимаете? То есть это поклонение в форме Бога. И такое поклонение даже в культуре нашей социалистической присутствовало. Мы приносили цветы Ленину, огонёк зажигали перед Ним. И так далее. Ну то есть очень нежно как бы сдували пыль там вот с этой его статуи. То есть она не должна быть грязной. Если кто-то там написал на ней, что-то это вообще расстрелять этого человека надо. Надо всё очистить, чтобы она была красивой. Вот это поклонение такое в форме Бога. Не в форме Ленина, а в форме Бога. Вот. Это поклонение, то поклонение, которое хочет для себя женщина. Женщина хочет, чтобы поклонялись её телу. Поэтому она и тело готовит для поклонения. Тело у женщины должно быть чистым, красивым, нарядным. Вот. Ему надо предлагать цветы. Его надо гладить. Его надо смахивать пылинки. Остаться к ним очень осторожно. Преклонять колени перед ним надо, перед телом женщины. Это то, что требуется от мужчины для того, чтобы жена была счастлива. Потому что в сердце женщины такой способ любви. Она хочет такого способа любви. Поднимите руки женщины, которые не хотят такого способа любви. Есть такие здесь? Ни одной не подняла руку. Хорошо. Значит, у нас пока вот эта проблема Запада. Вернее, не проблема, они считают, что это преимущество. Пока не начала развиваться. То есть женщина, когда мужчиной становится, а мужчина женщиной в психике. У нас пока этого нет, так, в нашей культуре. Женщина – это женщина, мужчина – это мужчина. Мужчина также хочет поклонения к себе. И поклонение мужчине, оно другую природу имеет. Когда человек приходит в храм, он должен поклониться в храме. Он должен себя вести очень смиренно перед алтарем. Смиренно вести себя должен. Он должен слушаться тех, кто в храме находится, наставников. Он должен кивать головой. И он должен говорить, да, я понял. И потом это должен выполнить в жизни. Он ведет себя, как младший в храме человек. Он всегда младший, он не старший. Рядом с присутствием алтаря, священников. Он ведет себя очень культурно, нежно и скромно. Не показываясь на глаза слишком сильно. Когда идет служба, все очень скромно стоят, они не рисуются. Это нехорошо. Рядом с присутствием вот этого процесса служения Богу. Итак, смотрите, поклонение женщине – это поклонение форме Бога. Или просто иконе. То есть это очень близко с иконы пыль снимать, цветочки вешать, пищу предлагать, то есть и так далее. Точно так же надо относиться к женщине. Тоже надо взять пироженку, сказать, пожалуйста, попробуй, может тебе понравится. И даже если женщине не понравится, сама идея, что так сделано, ей очень понравится. И также понравится, если ей принесут цветочки. Даже если эти цветочки ей не нравятся, она будет счастлива, что муж принес цветочки. Если мужчина приносит украшения, то женщине очень нравится, даже если украшения ей не нравятся. Ей нравится, что он подарил ей украшения. Женщине нравится такой вид отношений, поклонение такое ей нравится. Это поверхностное отношение между мужчиной и женщиной. Но если этих отношений не будет, то ничего не будет вообще. Это тоже нужно. Но это очень поверхностно всё. Это не глубокие вещи. Двигаемся вперёд. Мужчина. Вот когда женщина видит мужчину, она должна удивиться. Должна удивиться, какой разумный человек. Стать рядом с ним немножко скромнее. Почувствовать себя рядом с ним не такой умной. Надо, когда он говорит, немножечко кивать. Допустим, говорит что-то, говорит. Надо немножко кивать, типа, уже заранее я согласен. Когда он принимает решение, надо сказать, да, это правильное решение. И так далее. Теперь у меня к вам вопрос. Если вы так себя будете вести, потеряете ли вы возможность быть личностью или нет? Кто считает, что потеряете? Поднимите руку. Вы чё-то такие образованные, что ли, у меня. Никто они так не считают. Наверное, вы просто стесняетесь поднять руку, да? В основном, да. Кто считает, что это делает отношения свободными, такое поведение для женщин? Тоже никто ничего нет. Три человека опять подняло. Хорошо. Это большая тайна, то, что я сейчас сказал. Вот смотрите. По идее, если женщина так себя ведёт униженно, вот она просто так делает, потому что она боится, может думать, блин, сейчас начнётся. И она поэтому раскивает ему из страха. То мужчина становится монстром. Но если эта женщина делает из любви, так себя ведёт, просто из любви, то мужчина становится ангелом. Чувствуете разницу или нет? Если женщина из любви просто кивает ему, говорит, да, мой хороший. Не потому что, а из любви просто. Да, мой хороший. Мужчина расслабляется в этот момент. Когда мужчина расслабляется, что происходит? Он готов выслушать мнение жены. Если она сначала согласилась, она говорит, да, хорошая идея поехать в отпуск в Крым. Очень хорошая идея. И он такой расслабился уже. И она ему говорит, у меня только есть один вопрос тебе. У нас там не прибьют? Один маленький вопрос. Я как бы не сомневаюсь, что надо в Крым ехать. У нас там, мы всегда там отдыхаем. Там хорошая гостиница. Ну, просто маленький вопрос. Я слышал, что в этой гостинице остановился спецназ. Маленький вопрос. Несущественный такой вопрос. Интересно, как в этом случае ведет себя мужчина. Он начинает думать, стоит это делать или нет. Потому что ему дали свободу. Но если женщина сразу говорит, нет, мы не поедем, потому что там спецназ остановился. Какая реакция у мужчины? Поедем никакого спецназа. У мужчины внутри есть существо, похожее на петуха. Слышали, как петух себя ведет? Какой петух у мужчины включается всегда, когда с ним не согласны. Женщина должна понять, что для того, чтобы у мужчины включился разум, надо сначала с ним согласиться, а потом нежно задать вопрос. Это так, как себя надо с ним вести. Это правило, которое надо просто всегда соблюдать. Это закон. Надо согласиться с мужчином. Когда он расслабится уже, что с ним согласны. Дальше надо задавать вопросы. Ну так, как задавать вопросы? Мне просто вот непонятно. Откуда мы возьмем деньги на Mercedes-Benz, если у нас на велосипед даже нет? Вы согласны купить эту машину? Конечно. Ну, как бы, небольшой вопрос. И так далее, понимаете? Да, вот так вот. Потому что обычно, когда мужчина что-то говорит, то для женщины это кажется безумием вообще. Господи, откуда вообще такая идея взялась в голову? Точно так же, когда женщина что-то говорит для мужчины, это вообще просто. Но неправильно сразу реагировать на такое поведение. Это неправильно. Потому что разное мышление, разное восприятие мира, и женщине нужно всегда согласной быть. Это мужчину расслабляет. Когда он расслабляется, он готов на всё для жены. В естественном состоянии, готов для жены на всё, и совсем согласный. Но вообще, если уж говорить о том, что будет дальше, то всегда, когда женщина согласна с мужем, постепенно, постепенно, незаметно, всё происходит так, как она хочет. Например, муж переставил мебель в квартире. А мебель — это энергия женскую природу имеет. Если мебель переставлена, жена никогда не успокоится, пока она не поставит так, как надо. И первое, что нужно сделать, надо сказать, «Ой, как красиво! Ты поставил мебель!» Надо, чтобы он забыл про эту мебель. И потом постепенно переставит всё назад. И он даже не вспомнит об этом вообще. Он скажет, «А что это, шкаф опять назад поставил?» «Ну, ты знаешь, как-то вот я убиралась, мне он помешал, и я его поставил на место. Попросила соседа, он поставил на место. Ну, надо же поставить его опять назад будет». «Да-да-да, поставим». И всё, он забудет потом про этот шкаф. Понятно, да, система? Или мы платье в этом месяце больше не покупаем. Да, не покупаем, нет. Ни в коем случае. Всё, не покупаем. У нас нет денег. И потом, надо сесть в какой-то день и начать плакать. Он подавит, что такое? Надо ему сказать, «Ты знаешь, я такая дура у тебя вообще. Мне вот юбка понравилась, но мы же не покупаем, и я плачу по этому. Надо плакать дальше. А что плакать? Ну, как бы не покупаем, не покупаем, что плакать? Ну, мне понравилось, понимаешь? Мы же не покупаем, я дура, и плачу. Какой результат будет этого поступка? Рейтинг покупки возрастает. И потом наступит момент, когда он пойдёт и купит юбку просто, и всё. Система ясна? Нет? То есть вы хотите сказать, что это да, лучше чем искренне? А, вот, хороший вопрос. Кто задаёт? Ну-ка, вот, спасибо вам. Молодец. Вот, допустим, я хочу вас прелезать. Ну, вот, хочу прелезать. Мне как, искренне поступать или делать вид, что я не хочу? Что мне делать? Как вы это считаете? А? Как, как? Ну, да, хочу прелезать вас. А? Какая разница? Ну, я хочу вас прелезать. Муж я, не муж, какая разница? У меня такое желание. Что вы мне делаете? Помолиться. Нет, мы сейчас об искренности говорим. Причём помолиться? Это я понимаю всё, что это такое. Мы говорим об искренности. Вот надо честно, как бы, если в сердце появилось желание гафнуть тому же, ну, вот это искренне, как надо сидеть? Ну, просто. Искренне гафнуть, и всё. Так мы такие, мои хорошие. У нас же искренность-то какая? Зверская, понимаете? Это же факт стопроцентный. Вот какая у нас искренность? Что у нас с искренностью с этой? Мы приходим, ругаем друг друга и считаем, что раз это искренне, значит, так надо делать. Это очень важный вопрос. То, что вы сейчас спросили, я не хочу вас высмеять, потому что вы очень разумный человек. Вы спросили в важный философский момент, потому что есть только два направления в семейной жизни. Одно направление — это делать всё искренне, а второе направление — это любить друг друга. Это принципиально разные вещи. Вот смотрите, то есть некоторые стремятся к искренности, но искренность возможна только в чистых сердцах. Только святые люди могут искренне друг с другом общаться, все остальные ранят друг друга. Есть святые люди, а остальные люди делятся на две категории. Сейчас будет смеяться. Есть ёжики, есть пингвины. Ёжики — это люди, которые колят друг друга, потому что грехи у них действуют таким образом, они колятся. Ну, им надо уколоть, потому что у них колючки. Ну, что делать? Они не могут, они тесно, когда начинают жить вместе, они сближаются в отношениях. Что происходит? Они колоть начинают друг друг, потому что они ёжики. У них искренность так выражается, чтобы немножечко кольнуть ёжики по природе. А пингвины, они просто топают вместе, работают, приходят домой, и они вообще не видят друг друга. Пингвины, они идут вперёд и не оборачиваются. Посмотреть на них, они так... И всё. То есть, они не видят, что рядом кто-то есть вообще. Ну, немножко поджал, когда так отодвигаешься. А так идёшь вперёд просто. Вот, видите, кому-то хорошо пингвины. Кому-то ёжикам он говорит. А мне хорошо прокольнуть немножко близкого человека. У меня это хорошо. Мы как бы идём вперёд, не обращаем друг на друга. Всё, вместе работаем, приходим домой, приготовила покушать, муж поел, пошёл спать, всё. Она тоже там своими делами позанималась, всё, вместе, живём вместе, но как пингвины. Рядом никого нет. Просто я делаю для мужа то, что делаю, он делает для меня, и всё. И мы живём так, идём в одной дороге вместе. Понимаете, только святость может дать человеку счастье в жизни. У ёжиков иголки отпадают, когда они со святостью всё прикасаются. У пингвинов сердца растаивают, они начинают поворачиваться друг к другу. Вот так смотрят уже друг к другу. Никого не замечают. Поймите такую вещь, что есть два способа жить в целом. Один способ — это делать то, что тебе хочется, и считать это искренностью. А второй способ — ограничивать себя и делать так, как надо, и считать это искренностью. Потому что есть две философские позиции в целом жизни. Одна философская позиция считает, что искренность — это делать то, что хочется, и это называется любовью. Вот у меня есть вот такое чувство к тебе. Ну, вот так вот, что делать? А второе — это делать так, как надо, несмотря на то, что хочется другого. Например, мужчинам иногда хочется извращённого секса. Но есть священные писания, которые говорят, что таким сексом заниматься нельзя женщине. Это очень плохо, это разрушает отношения. И мужчина должен сдержать себе это желание и делать так, как надо. Интересно знать, что многие люди не понимают, что когда человек делает так, как надо, постепенно у него развивается вкус такой практики. Например, что правильнее — рано утром вставать или поспать? Да, кажется, что поспать правильнее, потому что выспался, пошёл. Но веды говорят, что если человек встаёт после того, как солнце поднялось, то у него психика разрушается, потому что солнце создаёт энергию радости и тонуса в психике. Поэтому человек должен встать раньше солнца, ну, то есть, по крайней мере, в 6 утра. Когда человек встаёт рано, то у него в результате тонус становится счастливым, радостным. Если он встаёт поздно, то у него такой... Вроде бы спал много, всё равно не выспался. Потому что солнце уже поднялось, и оно начинает давить на психику. Оно не даёт нормально жить. Всем людям на Земле хочется поспать с утра побольше, всем до одного. Но если человек получает вот этот вкус раннего подъёма, кто из вас получил поднимитель? Вы счастливы? Кто получил вкус раннего подъёма, он просто радуется бесконечно жизни. Но всё равно рано утром ему хочется поспать побольше. Даже если вкус раннего подъёма есть. И поэтому человек должен найти способ. Самый лучший способ вставать рано — это призвать к совести себя. Поэтому голос старшего, когда звучит, тогда в этом случае он встаёт, уже просыпается. Я даже на запись дал своим слушателям звук, под который надо вставать утром с постели. «Вставай, проклятием заклемённый!» Такой будильник. Солнце есть. Есть тонкая энергия солнца, есть грубая. Тонкая энергия солнца переваривает пищу в вашем животе каждый день. Поэтому в обеденное время аппетит больше всего разгорается от солнца. Хотя его не видно. Давайте не будем отвлекаться. У нас очень важная тема. Если вы будете мои лекции слушать около года, вы всё узнаете. Есть много разных тем, и все они раскрываются очень глубоко. Давайте, если мы будем откликаться, ну вот сейчас у нас важный философский момент, мы его должны обсудить. Есть два способа жить. Первый способ — делать то, что хочется. И люди считают себя свободными от того, что они делают. Это западная система. Свобода означает делать то, что хочется. Восточный метод говорит «свобода» означает делать то, что надо. Когда человек делает то, что хочется, вот алкоголик хочет пить, он свободный человек или нет? Нет, он раб бутылки. Потому что он станет свободным, когда он сможет отказаться от своего желания. Вот когда он откажется от того, чтобы пить, тогда он станет свободным человеком. А так он раб просто своего желания. Если нам хочется колоть близкого человека, Это не означает, что мы проявляем свою свободу. Это рабство желания. Но когда человек ограничивает своё желание делать глупости и ведёт себя так, как надо, внешне это кажется искусственным поведением, как будто я лицемерию. Но на самом деле это и есть настоящая свобода и настоящая любовь. Сначала это всё искусственно. Я вроде бы киваю мужу, но на самом деле я с ним не согласна. Но придёт время, и вы, естественно, будете ему кивать, потому что это естественное состояние женщины — быть смиренной рядом с мужем. Это то, что ей нравится самой. Больше, чем нравится мужу даже. Потому что все её желания при таком поведении в жизни выполняются. Женщина не может отказаться от своего желания. А мужчина не может принять, если с ним не согласны. Но мужчина всегда может отказаться от своего желания. Желание для мужчины, его личное, это вообще не проблема. Для женщины её желание — это закон. Она не может перешагнуть через своё желание. Но мужчина не может пересагнуть через своё слово. И поэтому женщина и мужчина должны подчиниться природе друг друга. Как это делается? Женщине нелегко кивнуть головой, то есть отказаться от своего мнения. Но сохранить желание в сердце при этом. А мужчина, если получит кивок от женщины, он своё мнение получает, он не может отказаться от своего мнения мужчины. Это невозможно. Но женщина согласна с его мнением, но её желание прямо противоположное. Он говорит, мы платье в этом месяце не покупаем. Она говорит, я согласна. А желание платья осталось, и никуда не денется вообще. Его женщине убрать из сердца невозможно просто. И она заботится о муже, ухаживает за ним и плачет по вечерам. Говорит, ты чего плачешь? Я согласна, что платье не надо покупать, но хочется. Поэтому плачу. А так как настроение во всём доме контролирует жена, во всей квартире, поэтому ему тоже грустно, когда она плачет, что и платье хочется. Он думает, блин, насколько можно это всё терпеть. Идёт и покупает платье. Всё. А если не спрашивает, то сколько всё? А это значит, что вы плачете мало. Ему не всё равно, он нервничает, но держится, понимаете? Мужчина не может быть, кто говорит, поднимайте руку. Это значит, что вы неправильно плачете. Есть два способа плакать. Первый способ – плакать на него, что он виноват. А второй способ – плакать на себя, я виноват. Когда вы плачете на себя, он вас жалеет. Когда вы плачете на него, он злится. Понятно, нет? Если вы плакаете, говорите, это я виновата, что мне платье хочется, и поэтому я плачу. Ты вообще не правильно всё говоришь, ты молодец. Всё. Как он, как злиться? Ну, ситуация-то не решилась, настроения хорошего в доме нет. Что делать? Я спрашиваю вам, вопрос задаю, что делать мужчине в этом случае? Купить платье. Купить платье просто, нет вариантов. Самое интересное, что такой подход к жизни мужчине тоже нравится. Поднимите руку к мужчине, которым такая система не нравится, который объяснит. Поднимите руку. А какая система вам нравится? Видите, этот мужчина, он согласен со мной, но ещё больше, чем я даже ожидал. Правильно вы говорите, совершенно верно. Но мы говорим сейчас о крайних ситуациях. У нас победа над семейными трудностями тема. Мы говорим о той ситуации, когда люди не понимают, зачем слёзы. То, что вы сейчас сказали, это золото. Это я так тоже делаю. Зачем слёзы, надо сразу сдаться. Послушайте меня внимание. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Надо понять, что мужчина эксплуатирует весь этот мир. Весь этот мир мужчины эксплуатируют. А женщина эксплуатирует только мужчину. Ей не нужен весь этот мир. Ей нужен только мужчина. И она ждёт только от мужчины всё. Поэтому она наряжается для кого? Для мужчин. Она ведёт себя красиво, нежно. Только для мужчин. Ей не нужно там революции совершать, отвоёвывать острова. Ей нужен просто мужчина и всё. Больше ничего не нужно в этом мире. И дети. Понимаете, о чём я говорю? Поэтому если мужчина не делает то, что ей нужно, то объект её желания становится недоступным. И в результате она начинает страдать неимоверно. Поэтому в отношениях семейных женщина всегда побеждает. Потому что она нуждается в тысячу раз больше в этих отношениях, чем мужчина. Мудрый мужчина всегда женщине уступает, зная, что это для неё, семья для неё создана, а не для меня. И что у такого мужчины в жизни происходит? Он тогда все свои силы в эту внешнюю деятельность, социальную, в работу свою вкладывает. А дома он уступает жене и создаётся атмосфера мира, гармонии и счастья. Большинство мужчин считают, что уступать женщине не надо, это унизительно. И у них не жизнь, а просто нервотрёпка сплошная. Причина этой нервотрёпки заключается в том, что мужчина просто не понимает, что такое семья. Семья означает, я дома уступаю жене, а внаружи как лев. Дома как заяц, а внаружи как лев себя веду. Но это не значит, что жена будет распущенной. Потому что в нужный момент, когда принципиальный вопрос жизни семьи решается, Женщине не нужны эти принципиальные вопросы. Женщине нужно комфорт, это не принципиальный вопрос для мужчины. Женщине нужно, чтобы ласково говорили с ней, это не принципиальный вопрос. А вот если женщина говорит, мы сейчас продаём квартиру и едем в Семперополь жить, это принципиальный вопрос. И мужчина тогда в этом случае занимает такую тактику. Он спокойно, без эмоций говорит ей, нет, мы никуда не поедем. И она потом говорит, нет, поедем, нет, поедем, нет, поедем, нет, поедем. Но бьется обо что? Об стену. Потому что веды сравнивают характер женщины, это как река. И река должна течь, куда хочет. Вот куда она хочет, туда она течет. Туда захотел, пожалуйста. Но внутри чего? Крутых берегов. Чем круче берега, тем легче женщине течь. Она потому что иногда на повороте залетает на берега, но не выплывает, не разливается по полю и не теряет себя. Когда женщина перешагивает через мужчину, умудряется через него перешагнуть, она себя теряет потом сама. Потому что объект ее деятельности она теряет. То есть женщина, она испытывает счастье, воздействуя на мужчину. Но когда она не может уже на него воздействовать, она через него перешагнула, она не знает, что дальше делать. У нее теряется способ жить вообще. Интересно знать, что когда мужчина аскетичный, это правило для жизни мужчины. Он должен рано вставать, делать зарядку, всегда какой-то спорт. У него должна быть, он должен контролировать себя в еде по вечерам, по утрам. Кушать хорошо, в обед покрепче. И потом самоконтроль. Иногда пост совершать. Мужчина должен ограничивать себя в комфорте и так далее. Цель – стать сильным человеком. Он должен быть очень сильным внутренне, психически. И когда он становится очень сильным, берега крутыми становятся, женщина эмоции рядом с ним проявляет, ведет себя по-всякому. Потому что женщина не может свои эмоции контролировать. Это для нее как вулкан. Эмоции женщины – это и есть энергия любви. Эта энергия любви должна куда-то пойти. И куда она должна идти? В мужчине. Эта энергия любви имеет две категории. Она может иметь положительную, позитивную природу или негативную. Но это та же самая энергия любви. Если мужчина принимает и ту, и эту, значит, тогда женщина становится счастлива. Она может покапризничать с ним или, наоборот, посмеяться. Но если он и то, и другое принимает, она абсолютно комфортно себя чувствует. Потому что она не может только улыбаться, ей приходится капризничать. Потому что энергии любви по-разному действуют в женской психике. Так вот, знайте, что когда у женщины поворот произошел в желаниях, то в это время мужчине становится очень тяжело, потому что река заплывает сильно на берегах. Но если мужчина очень крутой, тогда в этом случае, в этот момент он говорит «нет». Потому что женщина, она на повороте, ей хочется вылиться, а он говорит «нет». Но он говорит это так спокойно, что она стучится, она пытается, пытается, но туда нет дороги, она плывет куда надо. Например, женщина очень привязана к жилью. А у меня в жизни так получается, что надо переезжать с одного места на другое иногда бывает так. А жена, когда мы переезжаем, она как бы «все, больше я не могу, все». Потому что она только привязалась к этому месту, потом надо менять. И для нее это шок. Для любой женщины одинаково так. И один раз был такой интересный случай. Нам надо было переезжать. И жена говорит «давай еще здесь поживем». Я говорю «нет, надо уже вот туда переезжать». И она говорит «я здесь останусь». Я говорю «хорошо, а я поеду туда». И я начал собирать вещи, а она осталась. Но когда на следующий день я начал переезжать, она говорит «я тоже хочу собрать вещи и переехать, просто посмотреть, как там жить». Ну я здесь буду жить, а там просто я хочу проверить, мне понравится или нет. Я переехал, разложил вещи. Она приехала туда, подождала один день, потом подходит и говорит «здесь даже лучше, чем там, в тысячу раз. Но мы отсюда уже не уедем». Я говорю «да, да, мы здесь останемся, нормально». Классно так, женщины, да? А? Классно, когда мужчина твердый. Он в какой-то момент через него не перешагнешь. Или не классно? Психика успокаивается. Как в одном храме был настоятель очень твердый. И в храме не хватало масла. И все как бы подданные, они там начали шуметь, масла, масла не хватает. И он собрал их всех. И они говорят «надо масла больше пищи». Но они понимают, что нет куда денег брать, чтобы масло покупать. И он спокойно так смотрел на них и сказал «да, у нас будет больше масла». Все такие «ааааа, когда?» Он говорит «чуть попозже. Будет больше масла, большими горящими котлами». И знаете, у всех пропал интерес к маслу совсем общего. То есть никакого масла не надо уже, всё нормально. Так работает женщина-психика, что когда нет вариантов, она успокаивается. Сначала подёргается, подёргается, успокаивается. Но в целом она сильнее в отношении к мужу. В большинстве ситуаций она должна побеждать, её эмоции должны побеждать, мужчина должен уступать. Но есть принципиальные моменты, когда он становится как скала. И женщина тогда расслабляется. Но если он всегда как скала, то она его будет бить постоянно в его психику. Потому что женщине не устраивает такая жизнь. Мужчина для неё становится помехой в жизни, а не помощью. В ведах всё в виде сказаний. Чтобы человек лучше понял, всё в виде песен и сказаний передаётся. Это ведическая культура. Сейчас я вам сделал небольшое сказание. Один наставник, учитель собрал всех своих учеников, женатых, и спросил, кто из вас не подчинён, подчинён своей жене в своей жизни? Делайте шаг вперёд. Все сделали, кроме одного. Рядом стояла его жена, и он не стал делать шага вперёд. Тогда он подошёл к нему и говорит, ты что, не подчинён своей жене в жизни? И он удивился очень, учитель. Значит, у тебя плохие отношения будут. Он говорит, учитель, я подчинён. Но жена, она меня уважает и сказала, не делай шага вперёд. Я поэтому не сделаю. То есть мужчина подчинён женщине в семейной жизни, разумной. Как определить, разумный мужчина или нет? Если мужчина разумный, то он подчинён женщине в жизни. Но это подчинение внешнюю природу имеет. А внутри он как камень. У него есть свои принципы, и он их всегда соблюдает. Женщина об этом знает, и поэтому она очень благодарна ему за то, что несмотря на то, что он такой сильный человек, мне он всегда уступает. И она его за это страшно уважает. Так ведут себя разумные мужчины. Глупые мужчины постоянно долбят женщин и сопротивляются их воле. И в результате создаётся ситуация, в которой невозможно жить. Потому что женщину невозможно изменить. Смотрите, у мужчины и у женщины, у всех людей есть внутренний психический цилиндр. Это наша основа, это фундамент нашего характера. Есть внешний психический цилиндр. Это так, как мы себя ведём. Интересно знать, что у мужчины внешний психический цилиндр, как камень, очень твёрдый. То есть в поведении, в привычках мужчина очень твёрдый. Он не может себя поменять. Например, мужчина не может поменять свои привычки, не может поменять своё мнение, не может поменять направленность своей жизни. Вот где он работает, там он будет работать. Его пытаться повернуть в другую деятельность невозможно, потому что он так вот будет жить. Если он, допустим, дворник по природе, будет пол подметать. Иди устройся хотя бы трактористом. «Нет, я буду это делать». Понимаете? Потому что так действует психика мужчины. Она во внешней деятельности, как камень. Её невозможно поменять. Но внутри, в характере, мужчина очень мягкий. И это незаметно женщине с первого взгляда. Глупые женщины думают, что у мужчины психика, как камень, и поэтому его характер не будет меняться никогда. Его поменять невозможно. Это полный бред так думать. Такие женщины, они свои песни поют. «Каким ты был, таким ты и остался». Это значит, что ты ничего не можешь с ним сделать. Потому что женщина с помощью любви меняет характер мужчины, как хочет, без всяких проблем. Внутри мужчина как пластилин. Вот заметьте, если вы долго жили с близким человеком, то вы никак не поменялись, женщина. Вот как вы были, такими и остались. А муж поменялся очень сильно. Согласны или нет? А? Кто не согласен? Вы поменялись, он нет? Кто поменялся? Ну-ка, поднимите руку. Давайте сейчас мы поговорим. О, хорошо. В чём вы поменялись? А? Это внешне. Женщина внешне мягкая, покладистая. Она может уступать, может нежно говорить. Но внутри женщина не меняется. Я вам сейчас это докажу. Вот вы очень упрямый человек. Вы поменялись в этом или нет? Нет. Хорошо. У вас очень долгая память на события. Вы в этом поменялись? Нет. Хорошо. Вы медлительный человек. Вы в этом поменялись? Нет. Видите, фундамент поменить женщине невозможно. Но женщине легко что сделать? Пониметь, нежнее говорить с мужчиной, мягче себя вести. И, понимаете, вот женщина, допустим, поменяла работу, она приходит на новую работу. Там другая обстановка. Другая беседа, другая речь, другое поведение, другие одежды надо носить. Ей легко поменяться, всё это поменять? Вот так вот. Раз. Она уже такая, всё. Она другая совсем в другом месте. Женщине легко на другом языке начать говорить? Очень легко. Она сразу, там, сразу такая, мяр камин, там, ну, то есть у неё речь, там, становится английской такой. Мужчине, вот, допустим, сказать по-английски очень трудно. У неё русская речь. Почему? Потому что внешне, как камень, ему другую речь, начать мимику английскую, там, его вообще просто невозможно для мужской психи. А женщина сразу пошла, как англичанка уже себя ведёт. Почему? Потому что по-другому устроена психика. То есть во внешних вещах женщина очень покладистая. Она сразу же вот с мужем раз и ведёт себя как надо. Вот как ему надо, так она себя ведёт. Когда мужчина с женщиной встречается, женщина сразу подчиняется взглядам мужчины. И он говорит, а тебе нравятся вообще лётчики? И причём она подчиняется, естественно, ей всегда кажется, что так оно и есть. Она говорит, мне всегда лётчики нравились. Я об этом вообще никогда не думала в жизни. И он думал, блин, какую я себе нашёл подходящую девушку. И как раз лётчики нравятся, а я лётчик. Она говорит, а тебе нравится, когда мужчины вот крепкие такие вот? Она говорит, очень. Мне такие худые не нравятся. Мне тоже крепкие нравятся. Я думаю, опять классно. И причём она искренне так говорит. Но если они вдруг разведутся, и она встретит худого тракториста, а не лётчика, то вдруг этот лётчик, который развёлся с ней, обнаружит, что ей понравился худой тракторист, а не лётчик крепкий. Понимаете, о чём я говорю или нет? Что женщина, она принимает то, что есть у мужчины, легко подстраивается, и ей становится это её жизнью. Ей это всё нравится, ей это всё устраивает, и ей ничего другого не надо. Внешний цилиндр психический у женщины очень мягкий, подвижный. Он приспосабливается. Но внутренний, как камень. Вот если женщина обидчивая, никогда не перестанет быть обидчивой за всю жизнь. Невозможно это изменить. Если женщина, допустим, медлительная, она никогда не станет быстрой. А мужчина может стать. Вот если мужчина медлительная, поработает над собой, станет быстрым. Но если он тракторист, он никогда не станет инженером. Это невозможно. В деятельности мужчина не меняется, в характере меняется. Женщина в характере не меняется, в деятельности сколько хочешь. Понятно, да, система? И когда люди уступают тому, что неизменно, и принимают то, что меняется, они вступают в гармонию в отношениях. Потому что они противоположны. Вот смотрите. Допустим, у женщины характер не меняется. Мужчина должен это принять. Он должен согласиться с характером жены. Вот, допустим, женщина капризничает, он должен принять. Она, допустим, бывает женщина, что когда идет спор, она ему говорит колкие слова. Допустим, мне на консультации сегодня один молодой человек сказал, что ему жена в гневе сказала, что ребенок не от него. И потом это повторила еще много раз. И убедила его в этом окончательно. И принес мне фотографию, говорит, это мой ребенок вообще или нет? Я посмотрел, говорю, конечно, твой. Он говорит, а что же она так сказала? Я говорю, для этого надо понять природу женщин. Женщина для того, чтобы отомстить, готова сказать все, что угодно. Женщина согласна, нет? Вот все, что угодно. Пускай, что земля треснет пополам. Нет проблем. Он говорит, и что теперь с этим делать? Он говорит, а ничего не делать. Просто не обращать на это внимание все. Это женское. Вот у нее и не все женщины такие. Некоторые не хотят так делать. Но есть женщины, у которых вот так срабатывает психика. Они мстят. И мужчина, он просто сберет. Ну как вообще можно такое сказать? Это же вообще безумие. Вот. Мужчина не укладывается это в голове. И все, что у женщины внутри сидит, у мужчины ничего в голове не укладывается вообще. И не надо этому придавать значение. Надо просто принимать жену такой, какая она есть. И все. В характере. Вот у нее характер такой он никогда не поменяет. Все. Мужчину надо принимать в поведении. Зачем женщина кивает головой? Потому что он не сможет отказаться от своего мнения. Какой смысл косу на камень направлять? Она разобьется от него. Да это камень. Понимаете? Мужчина сказал, мужик сказал, мужик сделал. Понимаете? Все. Вариантов нет. Надо просто согласиться. Когда вы согласились, его расслабило. И дальше паровоз поехал. Куда? В направлении своей цели. Чук-чук-чук. На паровоз вперед летит. Вот он едет вперед. А женщина работает стрелочником. И она потихоньку раз его направила. Чуть-чуть в сторону. 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 Он уже едет назад. С такой же скоростью. И причем он считает, что он сам так хочет. Он сам так понимал. У меня была такая ситуация, что мужчина... Ну, очень не нравились, что женщина слушает мои лекции. И она... Да, говорила, я согласна, я дура, поэтому слушаю Тарсунова. И он был доволен такими ответами. Вот. И пошло время. И она потихонечку как бы... Ну, как-то включала. Так, лекции между делом, когда готовила. Он приходил, подслушивал. И когда он пришел через два года на лекцию вместе с ней, я его спросил. Я эту ситуацию знал. Я его спросил, говорю, ну, как бы вы пришли на лекции? Он говорит, а я, на самом деле, вот всегда сердце лекции мне нравились. Я поэтому пришел. А жена сидит, улыбается. Но она никогда ему не скажет, что она стрелочником работала и паровоз повернула. Причем повернуть паровоз непросто. Женщине в среднем надо очень нежно сказать раз пятьдесят одно и то же, чтобы мужчина потихоньку изменился в этом направлении. Допустим, мужчине нравится разбрасывать ботинки после работы. Один ботинок в одну сторону, другой в другую. Он сможет измениться сразу или нет? Нет. Но надо очень нежно говорить мужу ласково. Когда он приходит, ботиночки должны стоять вот здесь и ставить их. И в какой-то момент мужчина захочет швырнуть ботинок и почувствует вот эту речь, такую ласковую же, ботиночки должны стоять вот здесь. И он такой, не то, что как бы ему сильно хочется, ему хочется швырнуть. Но ради жены он поставит туда один раз. А если жена разбрасывает ботинки? Тогда шансов нет. Надо принять это просто и все. Жена разбрасывает ботинки, то принять. Вариантов нет никаких. Это ее природа, значит. Она не изменится. Надо было думать, кого берешь замуж. Вот у жены как устроена психика, так она всегда будет делать. Допустим, жена, женщина поставила вот так вот мебель в квартире. Вы переставили. Придете, потом опять будет так стоять. Вариантов нет. Изменить невозможно. Мне все неизменно. Вот как природа заложила, так она будет действовать. Но внешние вещи, она может подстроиться. Внешне означает, как говорить. Как улыбаться, как ходить там и так далее. Все эти вещи она легко поменяет. В отношениях она легко меняется, но внутри себя она не может поменяться. Итак, двигаемся вперед. Мы говорим с позиции, вот как приспособиться. То есть смотрите, мужчина должен принять характер женщины. А женщина должна принять деятельность мужчины, его привычки, его взгляды, его недостатки. Допустим, мужчина выпивает. Надо принять это. Сказать, ты мне пьяненький нравишься. Принять это надо. Если вы примете, что дальше произойдет? Дальше он начнет меняться внутри. Потому что когда женщина приняла мужчину снаружи, что произошло? Смотрели золотой ключик? Буратино. Что произошло? Она получила ключик. Когда она внешне все приняла в характере мужчины, все его пребабахи, недостатки, все глупости, она получила ключик, золотой ключик от тайной дверцы. Когда она его открывает, что там дальше? А там рай, да? Что происходит, когда женщина приняла мужчину полностью? Она дальше начинает с помощью энергии любви и заботы менять его внутри. Когда мужчина меняется в характере, он бросает пить сам. Почему потом? А? Если бьет. Принять. Кто говорит? Ну, поднимите руку. Принять, да. Бьет? А если женщина бьет? Женщина ничего не сделает. Если женщина бьет, ничего не сделает. Ну, вы у меня разговорились. Да я не успеваю уже на вопросы отвечать. Давайте, два вопроса были заданы. Начнем с первого. Если гуляет. Ну-ка, ручку поднимаем. Если гуляет. Значит, смотрите, все очень просто. Вы сейчас узнаете тайну, которая сидит у вас внутри. Первая тайна, которую вы не поймете. Я вам сейчас ее скажу. Вы в прошлой жизни гуляли и получили такого мужа, как наказание. Это первая тайна, она непонятна. Это просто слова для вас. Я это знаю точно, но для вас это слова. Но я сейчас открою вам вторую тайну, как в этой жизни проявляется в вашей психике его необходимость гулять. Есть одна энергия у женщины, которая заставляет мужчину оцепенеть своей верности. Любой мужчина хочет смотреть на девушек. Жена стареет, а девушки молодеют. Веда говорится, что для девушки или для женщины все равно, какой возраст у мужчины. Лишь бы он качественно за ней ухаживал и заботился. Вот эта девушка, если на 20 лет младше мужчины, она может принять его как близкого человека, если он ведет себя так, как она хочет. Ей все равно, какой возраст. Поэтому с точки зрения женской красоты, вокруг вашего мужа женская красота возрастает с каждым днем, а ваша тает. Понятно, да, система? Или нет? Теперь как сделать так, чтобы муж не смотрел на более влиятельных девушек, молодых? Как сделать так, чтобы этого не произошло? Есть мудрый способ. Слушайте меня внимательно. Когда женщина считает в своем сердце, что это мой единственный человек, и у меня никогда не будет никого другого. Она заставляет себя так считать, если у нее нет в сердце такого чувства, то тогда мужчина будет заставляем не смотреть на других. У него не будет силы смотреть, он не сможет. Но у вас внутри всегда в психике сидело одно свойство. Лучше бы я нашла себе другого. Я слишком рано взяла выбор. Услышали меня, нет? Вы согласны с тем, что я говорю? Это не сложный вопрос. Это не сложный вопрос, это правда, которую надо принять. Если женщина сразу считает, что это ее правильный выбор, мужчине нет шансов гулять. Смотреть на других женщин все мужчины будут обязательно, потому что проблема не в мужчинах, а в том, что женщины не понимают, что они творят. Надо понять такую вещь, что женщина, ей Бог дал такую силу, вот эту внешнюю, от которой нет защиты ни у кого, ни у женщин, ни у мужчин. Женская красота – это необъятная сила, с которой никто не может справиться вообще в этом мире. Понятно, да? Если женщина скромно себя ведет, она не показывает свою красоту, кроме мужа никому, тогда в этом случае в обществе сохраняется спокойствие и нет разрухи семей. Но если у женщин возникает культура, в которой они открывают свое тело, интимные места и показывают это больше даже, чем мужа. Вот смотрите сейчас, что происходит в обществе. Женщина дома носит какую-то простую одежду. Когда ей надо куда-то идти, она красится, открывает все свои места, идет там, это все показывает. Это же безумие. Надо вот это все делать дома, так ходить, веды говорят, так надо ходить красиво дома, а когда выходишь на улицу, надо поскромнее одеваться. Так неинтересно, да? Вот знаете, что когда вы одеваетесь нескромно на улице, то какому-то парню в какой-то момент сорвет крышу. Обязательно, это неизбежно произойдет. Но вы уже замужем. И смотрите, что дальше происходит. Если ему сорвет крышу, у него есть возможность с вами как-то общаться, то дальше произойдет вещь, которую вы не сможете уже остановить. Я вам сейчас объясню, что произойдет. Женщина ее от мужчин не срывает крышу. У женщины не срывает крышу от мужчин. У нее срывает крышу от того, что мужчина качественно относится к ней. Вот у мужчины, который сорвал крышу, возникает естественная потребность к этой женщине относиться очень нежно, по-доброму, ласково. И она пленяется этим отношениям. И ничего с собой не может делать. Ее психику начинает магнитить. И она, как зомби, начинает следовать за этим мужчиной. И попадает к нему в постель. Если спросить ее, хотела она этого или нет, она, конечно, не хотела. Но потом, когда это произошло, она себе это объясняет так, что этот человек мне больше подходит, чем тот, который живет рядом со мной. Почему так происходит? Из бескультуре в поведении. Потому что если женщина не показывает свою красоту, на нее никто и не будет смотреть, кроме мужа. Есть еще один момент очень важный, который вы должны знать, женщины. Что женщина, когда свою красоту отдает наружу, вот смотрите, женщине нужно в семье быть очень теплой. Теплота нужна детям, мужу, даже собачке. Нужна женская теплота. Родственникам всем от женщины нужна ее теплота. Всем вокруг, кто с ней близко связан. Родителям, родителям мужа и так далее. Всем нужна эта теплота женская. Страшно нужна. Теперь женщина, если открыла свою грудь, там все, там нарисовалась, пошла. Что она делает? Вот эту свою женскую энергию она раздает чужим мужикам. Когда мужчина смотрит на женщину, он наслаждается ее телом. В этот момент часть ее красоты ушла. С банковского счета сняли чуть-чуть, потом еще сняли, еще сняли. И когда женщина приходит домой, она приходит разбитая вся и нервная. Почему? Потому что то, что требуется для мужа от нее, уже тю-тю, уже съели все. Теперь, почему же эта наклонность вот так же у женщин ходить возникает? Причина заключается в том, что есть два типа людей. Одни хотят глубокой жизнью жить и в глубине чувств постигать счастье. А другие хотят просто наслаждаться жизнью и не париться. Вот когда женщина хочет просто быть счастлива, она девается так, чтобы все все видели. И она испытывает счастье в отношениях с чужими людьми, потому что это проще. Чужие мужчины всегда на женщину смотрят, как на ангела. Они же не знают ее характер. Характер женщины скрыт даже от нее самой. Даже женщина, когда смотрит на себя на зеркало, она думает, «Блин, какая я хорошая, какому дураку досталась». Она искренне верит, что у нее идеальный характер в этот момент. Даже женщина сама сбита с толку своей красотой, не то, что мужчина. Любая женщина искренне верит, что она идеал. Любая в сердце. Если у нее есть какие-то недостатки, это ерунда. По сравнению с его недостатком. В чем интересно, что у женщины есть такое свойство. Она очень внимательно видит все недостатки близкого человека. И не может их забыть. И поэтому в отношениях всегда она сильнее. Потому что мужчина, он приняется красотой, женщина забывает все недостатки постоянно. Когда, допустим, мужчине что-то не понравилось, и он начинает на женщину наезжать, он один недостаток какой-то называет, и она такая смотрит на него, и как пулеметом начинает его недостатки перечислять со скоростью света. И он такой... И он-то не может ничего вспомнить. Спор на этом заканчивается. Шансов нет победить. Несмотря на то, что ты видишь все недостатки мужа, надо все равно соблюдать вот это правило и соглашаться с ним. Потому что тебе кажется, что и права в тысячу раз больше. Но надо соглашаться. Таково правило любви. Потому что есть два способа жить. Один способ позволять себе делать все, что хочешь, тогда не будет ни любви, ни счастья. Второй способ ограничивать себя и вести себя так, как положено. Тогда будет гармония, счастье и любовь. Больше того, ваш вопрос был очень глубоким. И он точно такой, как вы сказали. Но противоположно. Поднимите еще ручку, чтобы я вспомнил, кто вас спрашивал. Вопрос про искренность. Ну, вы, да? Вот теперь я вам одну вещь скажу, которая вас вообще поразит. Запомните, самая большая искренность в отношениях, это когда ты играешь ту роль, которая нужна твоим близкому человеку. Если ты эту роль начинаешь играть в жизни, тогда он тебя узнает со временем такой, какая ты есть. И захочет принять тебя такой, какая ты есть. Но сначала нужно играть эту роль. Почему? Потому что человек нуждается в том, в чем он нуждается. И это невозможно поменять. Надо делать так, как нужно близкому человеку, а не так, как нужно мне в отношении. Внешне это кажется просто игра. Но это не игра, это любовь. Понимаете? Вот именно, что ты обманываешь. И этот обман нужен. Например, я вам сейчас приведу пример. Допустим, у меня нет желания ухаживать за вами. Но я без всякого желания, потому что так надо, все равно это делаю. Вам понравится? Вы уверены? Поднимите руку женщины, которым понравится. Поднимите руку те, которым не понравится. Вот те, которые подняли руку, которым не понравится, у вас не сложится семейная жизнь. Пока вы не поменяете свое представление о жизни. Вы должны понять, что если муж старается ухаживать за вами, даже несмотря на то, что ему не хочется, это значит, что он проявляет любовь. А если ему не хочется ухаживать, и он за вами не ухаживает, это значит, что он проявляет любовь только к себе самому. Запомните, любовь — это отдача, это самопожертвование, это не проявление своих желаний. Любовь означает, что я жертвую своим интересом ради близкого человека. Это принципиальный вопрос, я настаиваю. Если вы не поменяетесь в понимании вещей, вам придется страдать семейной жизнью. Потому что любовь означает, мне не хочется, но я делаю как надо для близкого человека. По факту тоже так же. Допустим, разумный человек никогда не будет... Вот смотрите, разумный человек, он направляет человека в том, в чем человек может принять. Вот допустим, если я сейчас неразумным человек буду, я вам всю правду, матку, сейчас выложу, и вы разбежитесь сразу по домам. Вы не сможете дальше слушать лекции, потому что вы испугаетесь просто всей правды. Человек не способен всю правду про себя принять. Человеку надо дать столько знаний, сколько он может переварить. Если он принимает больше, то ему становится невыносимо жить просто. Я искренне с вами себя веду или нет в этом случае? А? Кто считает, что нет? А мне искренне вас просто уничтожить, да? Это будет искренне, да? А? Уничтожить вас. Милосердие. Милосердие означает дать человеку столько знаний, сколько он унесёт. Потому что самая большая тяжесть в жизни человека — это знания. Например, если вы своей жене говорите про её характер, то, что она не может переварить, это не милосердие. Вы должны ей сказать столько, сколько она может принять. Например, женщина капризная, сильно капризная. Чем капризнее женщина, тем больше она от себя этого скрывает. Она не может это принять, что она капризная, если она сильно капризная. И что ей надо сказать? Ей надо сказать, что ты у меня чуть-чуть капризная. И она это примет и будет меняться. Но если ты ей скажешь, сильно капризной будет взрыв, отторжение этой идеи. Поэтому надо понять такую вещь, что знание — это такая штука, с которой нельзя шутить, особенно в семейной жизни. Например, мужчина — очень гордый человек. Для мужчины гордость — это естественная вещь. Он заносчивый. Он всегда себя хвалит. Как надо ему говорить об этом? Когда ты его обвиняешь и любишь, надо ему сказать, «Ты у меня немножко хвостунчик». И он это примет. И будет меняться. Но если ты ему скажешь, «Ты такой хвостун, что я таких хвостунов вообще никогда не встречал в своей жизни». Что дальше произойдет? Он не примет этого. И больше того, он посчитает это за оскорбление. И он таким оскорблением это будет считать, что потом он тебе скажет, что это самая неприятная фраза, которую ты мне в жизни говорил. Это не то, что для него будет неприятно. Это для него будет как пощечина. Понимаете, да? Поэтому, допустим, муж изменяет. Не нужно об этом ему говорить. Нужно принять его таким, как есть. И начать становиться верной. Надо ему говорить, «Ты для меня единственный человек». Какой ты есть, такой ты есть. Ты для меня единственный. И надо ему сказать, «Ты очень хороший у меня человек, но чуть-чуть любишь смотреть на чужих девушек». И он это примет. И примет означает, что будет стараться этого не делать. Видите, у нас очень много заблуждений внутри. Эти заблуждения мешают нам создать отношения. Поэтому знание — это основа жизни. Надо изучать, как правильно. Точно так же, как мать с ребёнком обращается очень нежно и отвлекает его от той ситуации, в которую ему разрешить нельзя. Допустим, ребёнок ночью какается. Ему надо об этом говорить или нет? Допустим, ребёнку пять лет, он уже разговаривает, всё, ночью какается. Надо ему говорить об этом или нет? Вы ошибаетесь. Если ребёнок какается ночью, для него это страшная беда. И надо просто сказать, ему говорить, «У нас что-то штанишки опять запачкались». То есть, он мать говорит, что он какается или нет? Нет, она говорит о штанишках. Говорит, у нас штанишки пачкаются. И он будет об этом обращать внимание. Надо сделать так, чтобы штанишки не пачкались. Тогда у него будет сохраняться воля, спокойствие, сила меняться. Но если ему сказать, что ты засранец, то это будет шок для него. И он никогда не поменяется. Когда человек в шоке находится, он не может. Если человеку сказать, человек сражается, ему сказать, «Ты слабый воин», он проиграет войну и погибнет. А если ему надо сказать тебе, «Давай будем тренироваться, мечом махать», тогда он выиграет бой. Понимаете разницу? Теперь у меня вопрос. А почему мы… Вот ребенок двойку получил, почему мы ему говорим, что ты двоечник? В чем причина? А причина заключается в том, что я эту двойку переварить не могу. У меня не хватает любви для этого ребенка. Я не могу справиться с его недостатком. У меня не хватает сил, и поэтому я его унижаю. Когда мы унижаем близких людей, причина этого унижения только в том, что у нас нет душевной силы. Нет других причин. Понимаете, почему мы так ведем себя? Нет других причин. Унижение возникает от того, что я не могу это переварить просто, и все. Потому что если мать может переварить двойку ребенка, она говорит, «Ну, понятно, понятно, пойдем кушать». А потом сядет рядом с ним и будет разговаривать. Спросит, «Как ты считаешь, почему так вот получилось, что в дневнике что-то неприятное у нас возникло?» Смотрите, когда она такой вопрос задает, для того, чтобы разум у человека работал, для этого психика должна находиться в спокойном состоянии. Когда родители давят на ребенка, ребенок теряет разум, он ничего не соображает в это время. Но когда она неспокойно воспринимает, мать переварила, причем сразу нельзя о двойке разговаривать, надо помолиться, пожелать всем счастья, успокоиться. Потом, когда ребенок сел кушать, надо сесть нежненько с ним, накормить его. Когда он поел, уже успокоился, надо сказать, что-то в дневничке у нас некрасивое стоит. И потом спросить его, «Сынок, а что, вот как это произошло, вообще объясни?» И он скажет, «Ну как, как? Меня училка не то спросила. Я хотел, чтобы она вот этот вопрос задала, она мне, блин, спросила то, что я не хотел». И надо понять тогда, в чем причина. Причина заключается в том, что у этого ребенка не хватает возможности внутренней изучать этот предмет. Но есть много-много причин, которых мы не знаем. Когда мы испытываем боль от близкого человека, мы начинаем считать его врагом. Если мы считаем его врагом, что происходит дальше, он становится врагом. Вот я вам сейчас раскрою эту ситуацию, двойка у ребенка, и вы увидите, что нет никакого смысла его в этом ругать. Больше того, ваша ругань на него разрушает его жизнь полностью. Вот смотрите, объясняю. Основные причины получения двойки. Первая причина. Как вы думаете, ребенок во всех направлениях может развиваться одинаково сильно или только в одном? Только в одном. У каждого человека есть только в одну сторону способности. А все остальные стороны блокированы. Они не развиваются, потому что ему надо развиваться там, как цветочек. Он может только красным раскрыться, он не может красным, желтым, серым сразу. У него только один цвет, всего одного цветка. И так ребенок, допустим, склонен изучать математику. Но по литературе у него ничего не получается. Смотрите, два типа родителей. Если родители любят ребенка, они что делают? Вкладывают в литературу, в математику. То есть литературу не обращают внимания. Но получают двойки, это не его природа литературы, его природа математика. Они вкладывают в математику, и он как ракета летит в сторону математики, и во всех остальных направлениях у него пробелы. Но понимаете, потом шлейф расширяется. Когда человек творчески живет, он очень сильно увлечен чем-то. Эта увлеченность постепенно его спектр жизни расширяет во всех направлениях. Но когда мы начинаем долбить литературу, то в математике тоже развития не будет, потому что нам все равно, что он пятерку по математике получил, он двойку по литературе получил. Мы начинаем его там долбить, а там ничего не поменяется, потому что это его не его природа. Он никогда по литературе не сможет получать хорошие отметки. А психику вы его уничтожите. Возможность развиваться уничтожите и сделайте тупарем. Он перестанет быть разумной личностью. Он вообще ничего учить не захочет потом. И вырастет человеком, который ничего не хочет делать. Это одна причина. Я только одну вам назвал причину, почему человек двойку получил. Это 99%. Но есть еще другие причины, которые тоже бывают. У меня был в жизни такой случай. Мать обратилась ко мне, одного ребенка, у него были хорошие отметки по всем предметам. Более-менее. Природа своя, конечно, была. Но в целом ребенок хорошо учился, девочка хорошо училась. Но вдруг неожиданно девочка начала плохо учиться. И учительница сказала, что причина заключается в том, что девочка связалась с плохими людьми, детьми. Такое тоже бывает. Но я не стал воспринимать девочку как врага. Я попытался понять, что с ней происходит. Я начал разговаривать с девочкой и обнаружил, что у нее настолько тяжелый астрологический период идет, что если дальше ее заставлять учиться, то она просто окажется в психушке. И это окажется, произойдет очень скоро. Когда я доложил об этом матери, она не поверила мне. Я говорю, хорошо, раз вы мне не верите, пойдемте к психиатру. Они пошли к психиатру. И когда родители показали психиатру ребенка, он провел все исследования и сказал то же самое, что этот ребенок скоро окажется в психушке, если вы не поменяете условия его жизни. А знаете, какая смена условий жизни должна была быть? А смена такая, что ребенок должен на последнем году обучения закончить обучение немедленно и ждать, когда этот плохой период пройдет, а потом учиться уже с более младшим классом. Вот такое надо было принять решение. И родители приняли такое решение. И ребенок остался им благодарен, потому что потом, когда плохой период ушел, он восстановился и закончил образование. Многие из вас не согласны с тем, что я сказал. Почему? Потому что ваше желание хорошего табеля и чтобы ребенок вместе со всеми развивался больше, чем желание принять этого человека в свою жизнь. А ребенок мог просто в психушку попасть на всю жизнь, понимаете, из-за этого желания. Теперь у меня к вам вопрос. Я задаю вам вопрос. А кто из вас вообще хоть раз подумал о том, чего может ваш ребенок, а чего не может? Подумайте об этом. Не надо поднимать руку, а просто подумайте. Потому что мы настолько зациклены на себе, что мы не видим вокруг себя ни своих детей, ни своего мужа. Нам никто не нужен. Нам нужно только от них то, чтобы я был счастлив. Что родителям нужно от ребенка? Чтобы у него в дневеке были пятерки. Это приносит им счастье. Но ребенку это счастье не приносит. Потому что ребенок должен развиваться только в одном направлении, а не во всех сразу. Вот это принесет ребенку счастье. Оттверждение. Нормально. Нормально, но все равно у него есть какая-то своя природа, которую надо искать. Я сейчас не говорю об оценках. Я сейчас говорю о нас и детях, понимаете? Я говорю о том, чего мы хотим друг от друга. Я говорю о том, что родители так же эксплуатируют своих детей, как муж эксплуатирует жену, как жена эксплуатирует мужа. Мы находимся очень глубоко в этой психической ситуации все. Без исключения, понимаете? И поэтому мы гробим друг друга в жизни. Пытайтесь это понять. Я вам сейчас глаза открою конкретно. Поднимите руку, кто из вас в жизни хотя бы раз показывал при устройстве на работу табель со своими отметками. Поднимите руку, пожалуйста. Смотрите в зал. Поднялось 8 или 10 рук. Здесь сидит 600 человек. Какова вероятность, что вы покажете табель, что ваш ребенок покажет хотя бы раз при устройстве на работу табель со своими отметками? Какая вероятность? Какие 8%? Почитайте. Здесь сидит 600 человек. Меньше 1%. 8 человек и 800. Ну да, ну хуй. Ну хорошо, полтора. Полтора. Теперь у меня к вам вопрос. Из-за этих полтора надо убивать ребенка или нет? Я ни разу не показывал свой табель с отметками никому. Вообще никогда. Зачем тогда надо было убиваться? Субтитры создавал DimaTorzok